Сегодня сложно переоценить роль некоммерческих организаций в жизни общества. И два года пандемии это доказали. НКОшники зачастую быстрее других приходили на помощь, организовывали доставку бесплатного продовольствия нуждающимся и акции в поддержку медиков, реагировали на социальные запросы. Часто для этого они привлекали предпринимателей, которым, кстати, самим приходилось непросто. Острее всех такое участие прочувствовали в регионах, ведь на небольших территориях все проблемы как на ладони. О вызовах и особенностях провинциальной благотворительности расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. В эфире Добрый регион. Здравствуйте. Как сделать так, чтобы НКО и бизнес в регионах встречались не от случая к случаю, а становились с системными партнерами? И что вообще ждет некоммерческий сектор в будущем? Чтобы ответить на эти вопросы, около сотни представителей НКО из 31 региона приехали в Москву на ставшую уже традиционной конференцию, посвященную благотворительности в провинциальной России. Организовал большую встречу благотворительный фонд «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. В большинстве случаев в малых территориях, в небольших городах, даже региональных центрах благотворительность строится вокруг работы с некрупными донорами. Это средний и мелкий бизнес и с частными пожертвованиями. И, с одной стороны, вроде бы это плохо, потому что нет крупных ресурсов. И у средних и мелких бизнес-компаний, как правило, нет стратегии благотворительной деятельности, то есть самой политики социальной ответственности. Когда все понятно, кому дают, почему дают, бизнес понимает преимущества вот этой социальной стратегии. У среднего и мелкого бизнеса, как правило, этого нет. И они занимаются благотворительностью больше по велению души. Вот зацепило что-то – помогаю, не зацепило – не помогаю. Но, с другой стороны, в регионах России, в провинциальных городах все-таки благотворительность ближе к тому, что там происходит. Люди сами тут живут. Некоторые НКО приехали в компании бизнес-партнеров. В частности, свой кейс представили архангельская общественная организация «Мост», занимающаяся помощью людям с психическими заболеваниями, и магазин экотоваров «Зеленая точка». Вот уже 20 лет «Мост» помогает психически нездоровым подопечным и их семьям. Сегодня под крылом общественников больше 300 людей с различными ментальными нарушениями. Здесь они получают помощь врачей и юристов, учатся общаться и вести быт. Специально для безработных созданы швейная, столярная и полиграфическая мастерские. Подопечные моста создают различные вещи на продажу и получают за это гонорары. В организации особых рабочих мест частично участвовал бизнес. Предприниматели также помогают в реализации самих изделий. Та целевая группа, с которой мы работаем, достаточно специфическая. Когда человеку говоришь, мы работаем психически больными людьми, то в первую очередь, они разве не должны находиться в хиатерической больнице, то, конечно, они не должны находиться. Во-первых, никто не застрахован от того, что будет психическое заболевание в различные периоды жизни. И этот человек нуждается в поддержке, как никто другой, потому что он в силу заболевания лишился, например, работы семьи, учебы. Если ему помочь остаться на плаву, остаться в обществе, то он будет дальше функционировать самостоятельно. Понимая проблемы ментальщиков, учредители магазина «Экотоваров» «Зеленая точка» предложили мосту не просто помощь, а сотрудничество. Помимо того, что покупателям на кассе предлагают совершить покупку в пользу организации, здесь есть полка с изделиями ее подопечных. Нередко «Зеленая точка» заказывает производство различных товаров, в частности, трендовых эко-сумок. Выигрывают все. НКО получает системные заказы и возможность заработать в магазин ответственного поставщика. Изначально основная миссия магазина была – это уменьшение количества пластика в упаковке. То есть такой социальной истории не предполагалось. Теперь можем, наверное, говорить, что социальный бизнес. Это классно. Вообще, вот этот объединительный момент, магазин. К сожалению, не всем и не всегда удается достучаться до бизнеса. Как правило, НКОшники варятся в собственном соку и часто думают, что проблемы, которыми они занимаются, и так всем известны. Предприниматели, в свою очередь, сфокусированы на собственных задачах и не торопятся встречаться с общественниками и вникать в благотворительные нюансы. И уж тем более не приветствуют формулировок в стиле «дайте денег». На одном из блоков конференции бизнесу и НКО предложили мысленно поменяться местами. Для многих результаты были неожиданными. В одиночку вообще не выжить НКОшки. И мы вынуждены партнериться. Сегодня мы вставали на место бизнеса многократно. Это очень трудно. И учитывая, что бизнес без нас проживет, к сожалению, наверное, и власть. А мы без них нет. И я уверен, что большинство подавляющее посмотрит на деятельность своей организации, сделает определенные выводы какие-то и точно применит это в жизни. Чтобы строить устойчивое развитие, представителям некоммерческого сектора необходимо уже сегодня прогнозировать свое будущее. Поэтому организаторы конференции решили устроить для участников фантазийный тренинг. Бизнесмен и юрист Сергей Попов уверен, что в недалекой перспективе каждый будет заниматься благотворительностью. Недавно Сергей сам основал проект «Реддитус» в переводе с латыни «Возвращение». Это цикл мероприятий для студентов, предполагающий погружение в сферу благотворительности. Молодым людям предлагают выбрать для себя какое-то доброе и полезное дело. Знакомят с профессионалами некоммерческого сектора. Я всегда интересовался генеалогией и родословной. И у меня предки были репрессированы за религиозные убеждения в советское время. Меня очень поразила их некая стойкость, твердость. И мне хотелось сделать что-то благотворительное в память о них. Я приехал в Москву учиться и стал думать над тем, как я могу делать что-то для кого-то. На первом курсе я поехал, это был Углич, Ярославская область, и мы там помогали одному монастырю. У меня тогда это было очень удивительно, потому что мне казалось, что монастыри восстанавливают, помогают кто-то. Это был 2010 год, и это город Золотого кольца, в самом центре Углича, монастырь. Мы разбирали завалы в подвале монастыря, и там была просто ужаснейшая мусорка. И меня так поразило, потому что я не мог поверить, что в 2010 году маршрут Золотого кольца, и там просто помойка. И потихонечку с таких маленьких практик я начал делать что-то такое доброе, наверное, можно так сказать. И в этом задача-то основная не в том, чтобы там кому-то отдавать много или что-то там, просто найти свою практику, найти, чем можно помочь. И мы построили эту секцию именно для того, чтобы дать им возможность посмотреть на себя с другой стороны и услышать тех у двух удивительных молодых людей, которые уже пришли в наш сектор с другими парадигмами, другого поколения, с другими настроениями. И тем не менее пришли в наш сектор, считают его местом переложения, усилий, видят и себя, и своих друзей, и будущее нашей страны с этим сектором дальше. Мне кажется, в этом и главная история, во что превратится благотворительность. Не будет чистого альтруизма, не будет исключительно государственного финансирования. Это будут новые другие институты, которые нам прямо сейчас необходимо придумывать. Придумывать самим, придумывать с партнерами, ставить себе эту задачку и к ней двигаться. Представители крупнейших благотворительных фондов страны обсудили практики партнерства региональных НКО и бизнеса. Например, фонд «Потанина» сегодня жертвует миллионы на поддержку общественных инициатив. По заявкам на грантовую поддержку можно с легкостью понять, какие именно проблемы беспокоят глубинку. Традиционно доминирует тема «все, что связано с здоровьем». Это могут быть дети, это могут быть взрослые, это могут быть какие-то смешанные группы, это могут быть отдельные заболевания. Но тема здоровья, она присутствует. Такая же большая тема – это все, что связано с детьми. Уже не только с точки зрения здоровья, а с точки зрения детских домов, домов-интернатов, каких-то специальных условий, трудных подростков. Тема с людьми старшего возраста тоже активно представлена. Институциональные доноры, как правило, базируются в столице. Сложно думать из Москвы о том, чем же помочь регионам. Большая конференция – отличный способ коммуникации обеих сторон. Для нас регионы – это ключевые партнеры. И мы понимаем, что без регионов, без развития инфраструктуры, поддержки регионов, мы свои задачи выполнить не сможем. Поэтому наши партнеры – это и администрации регионов, и конкретные некоммерческие организации, которые появляются у нас на конкурсной основе, или которые мы находим благодаря каким-то нашим специальным проектам. Но в любом случае мы за то, чтобы эти организации были, их деятельность была устойчивой, чтобы они могли развиваться и расширять спектр услуг, которые они оказывают регионам. Большая Московская конференция еще раз показала, что в некоммерческом секторе работают большие профессионалы, и они нужны всем нам, чтобы жизнь вокруг становилась лучше. А благотворительность – это, пожалуй, самая добрая и важная инвестиция во все времена. Это был Добрый регион. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok